Заметки Электрика В данном видео я буду рассматривать способы пломбирования исключительно модульных устройств. Итак, поехали! Первый способ, самый простой, это пломбировать полностью весь водной или распределительный щит, в котором установлены, например, водной автомат перед прибором учета, перед счетчиком электрической энергии, сам счетчик электрической энергии, водное УЗО, а также все отходящие групповые автоматы, УЗО, диф-автоматы, таймеры, реле, индикаторы и прочие устройства и автоматика. Правда, это не самый лучший вариант, так как при опломбировании всего щита у вас не будет доступа к его электрооборудованию. А вдруг вы со временем решите добавить дополнительные отходящие группы или дополнительные устройства автоматики или индикации, а вдруг какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить. К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать зажимы коммутационных аппаратов, нулевых шин и тому подобное. В данном варианте у вас будет полностью закрыт доступ в щит и для осуществления вышеперечисленных манипуляций вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт, а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для вас уже не бесплатным, так как инициатива срыва пломбы изначально была ваша. Кстати, об этом у меня написана подробная отдельная статья, ссылочка будет вверху видео. Вторым и более, я считаю, правильным способом, про который я уже неоднократно рассказывал на страницах своего сайта, это установка вводного автомата или прочего коммутационного аппарата в отдельный пластиковый бокс серии КМПН, который будет отдельно пломбироваться независимо от счетчика электрической энергии. Внутри бокса имеется Динрейка, на которой устанавливается вводной автомат, затем на автомат одевается лицевая панель, вот она у меня в руках, и бокс пломбируется в двух местах, для этого у него есть вот здесь вот специальные два ушка. А далее имеется два пути решения по установке данного бокса с вводным автоматом. Первое, бокс можно установить на монтажной панели в свободном пространстве щита, либо вообще вынести за его пределы. Это все на ваше усмотрение, но лично для меня такой вариант не приемлем. Не понимаю, зачем выносить вводной автомат за пределы щита в отдельном маленьком боксике, когда приобретен и установлен полноценный электрический щит. Поэтому лично я устанавливаю боксы непосредственно на Динрейке щита, но в таком случае придется немного, как говорится, поколхозить, ведь они не предназначены для такого способа установки. Итак, заднюю стенку бокса разделяем на две части, то есть вырезаем из нее встроенную пластиковую Динрейку. Вот эта вот часть, ее в принципе можно убрать. Затем нужно соединить полученные половинки на прежнем расстоянии друг от друга, любым удобным для вас способом. Я использую для этого стеклотекстолит, выпиливаю вот такую площадочку, просверливаю в ней отверстия и в половинках бокса, и соединяю их между собой. Вот получается такая вот конструкция. Теперь в одной автомат будет устанавливаться непосредственно на Динрейку щита, а скрепленную конструкцию мы заводим под Динрейку. Такой рукой неудобно. Вот это вот завел я эту конструкцию под Динрейку, и сверху одеваем верхнюю крышку бокса до защелкивания. Иногда крышки бокса между собой соединены на саморезах, в моем же случае просто на пластиковых защелочках. В итоге получается, что бокс держится исключительно на автомате, но при этом нет ничего криминального, ведь нам лишь нужно скрыть доступ к его зажимам, что мы и успешно сделали. Вот так это примерно выглядит. Таким образом автомат у нас будет стоять на одной высоте с остальными модульными устройствами, и нет необходимости пломбировать весь щит, как в первом варианте. Ну а далее пломбируется этот пластиковый бокс с помощью пломб. Вот эти специальные отверстия устанавливаются в пломбы. То есть у нас отдельно запломбирован водной автомат, и отдельно пломбируется клеммная колодка-щетчика. Вот и все, готово. Вместо такой модернизации пластикового бокса можно применить уже готовое устройство – блокировки выводов, сокращенно BVM от EEC. Оно подходит для модульных устройств любых производителей. Корпус устройства блокировки выводов состоит из двух половинок. С его задней стороны уже имеется вырез для крепления автомата к динрейке щита. Получается примерно вот так. Это был второй способ пломбирования водного автомата. Но можно применить и третий вариант решения. Третьим способом является применение учетно-распределительного щита – ЩУРН, где имеется специальный отсек для установки вводного аппарата защиты. Этот самый отсек как раз таки и пломбируется не в ущерб остальным коммутационным аппаратам и приборам в электрическом щите. Вполне удобный способ. Помимо рассмотренных способов имеется более современный метод пломбировки вводных коммутационных устройств модульного исполнения. И об этом решении я уже тоже вам рассказывал на страницах своего сайта. У выпускаемых автоматов разных производителей имеются автоматы с закрываемой и пломбируемой крышкой. Но сегодня ваше внимание я хотел бы акцентировать на одной новинке. Это пластиковые заглушки для опломбировки автоматов серии VA47-29 от компании EEC. В принципе, эта новинка относится непосредственно к автоматам VA47-29 от EEC, так как у других производителей подобные заглушки уже имеются в продаже. Например, это пластиковые пломбируемые заглушки для автоматов серии EZ-9 от Schneider Electric и вещества. Или для автоматов LeGrant и тому подобное. Но учитывая то, что объем применяемой продукции EEC на рынке составляет значительную часть, то данный факт нельзя было оставить без внимания. К тому же, предыдущая конструкция автоматов VA47-29 не имела возможности опломбировки, кроме как использования указанных первых трех способов. Итак, рассмотрим заглушки для пломбирования автоматов VA47-29 от EEC более подробнее. Заглушки позволяют обеспечить пломбирование зажимов у автоматических выключателей VA47-29 от EEC. Заглушки выполнены из негорючего пластика и имеют желтый цвет, так сказать, в стиль своего бренда. К тому же, заглушки обеспечивают дополнительную защиту от поражения электрическим током, а это очень важно. Пластиковые заглушки продаются в упаковках по 24 штуки в каждой. Вот такие вот упаковочки. В упаковке имеется 4 ветви по 6 заглушек на каждой. Здесь вот не все, некоторые я уже снял для установки. Одна заглушка состоит из двух частей. Монтаж заглушки производится достаточно быстро и просто. Берем первую часть заглушки и вставляем ее в специальную прорезь автомата. Вот эта прорезь. Прошу заметить, что ранее выпущенные автоматы VA47-29 такую прорезь не имели. Поэтому данная заглушка для них не подойдет. Слева автомат без прорези. Справа уже автомат с прорезью. То есть, с возможностью опломбирования. Ну вот, берем заглушку. И вставляем ее в прорезь. Автомата. До упора. Как видите, первая часть заглушки перекрывает доступ к зажимному винту автомата. Но это еще не все. Теперь берем вторую часть заглушки. Так называемый язычок. И вставляем ее вовнутрь первой части заглушки. То есть, вот. Раз. И вставляем тоже до упора. Язычок действует как распорка первой части заглушки. Буклая часть первой заглушки выходит в отверстие. Что в итоге не дает ее вытащить. То есть, сейчас вот когда вставлена вторая часть заглушки, данную заглушку вытащить не получится. Видите? То есть, пока я отдельно не вытащу язычок, данная заглушка у нас не вытащится. Готово. То есть, один зажим мы установили заглушку. Затем аналогичным способом устанавливаем заглушку на нижний зажим автомата. Вставляем заглушку в прорезь. Затем берем вторую часть заглушки. Язычок. И вставляем. Готово. Данный вводной автомат у нас опломбирован. Данные заглушки многоразовые. То есть, после замены аппарата защиты и при новом пломбировании ее можно использовать еще раз. В совмещенные отверстия заглушек, двух частей заглушек, продергивается проволока от пломбы и производится пломбирование. Вот пример установки заглушек на вводной трехполюсный автомат. Видите, каждый верхний ряд зажимов. На каждый установлено три заглушки на верхние ряда зажимов и три заглушки на нижний ряд зажимов. Ну а далее между всеми ушками верхних выводов автомата продергивается проволока от пломбы и производится опломбирование. Ну и также нижний ряд. Таким образом, в одной автомат у нас получается опломбированным. Доступ для несанкционированного доступа и хищения электроэнергии через его зажимы закрыт. Что нам и требуется. Да, кстати, обратите внимание на заглушку. Диаметр ее отверстия для опломбировки составляет около 3 мм. Что позволяет применять не только прессуемые пломбы с проволокой, но и более современные пластиковые одноразовые пломбы. В последнее время инспекторы стали активно пользоваться пломбами-наклейками, которые клеят прямо на вводные коммутационные аппараты. Аналогичными пломбами у нас также пломбируют и крышки вторичных обмоток трансформаторов тока. Это наиболее простой и дешевый способ пломбирования. Правда, не все сбытовые компании ими пользуются. И порой заставляют применять другие способы, указанные в данном видео. Я рассказал вам про распространенные способы пломбирования вводных коммутационных модульных устройствах. Возможно, какие-то способы упустил из виду. Вы можете меня дополнить в комментариях. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!